Приветствую! Продолжаем разбирать новый законопроект о мобилизации номер 10449. И сегодня мы поговорим о том, какую новую обязанность предполагает этот законопроект, какую ответственность хотят нам предложить за нарушение этой обязанности, ну и конечно, конечно, хочу отдельно поговорить о том, как Кабинет Министров Украины за свои прекрасные зарплаты, которые, мне кажется, немножечко совсем меньше, чем среднестатистические, выполняет прекрасно свою работу. Работу по подготовке нормативно-правовых актов, из-за чего мы уже с вами в сети спорим, да? Что же не так? А причина не в том, что мы неправильно понимаем эти акты, а то, что Кабмин готовит их ненадлежащим образом. Но обо всем по порядку. Итак, какую новую обязанность предусматривает законопроект 10449? Речь пойдет об обязанности каждого мужчины от 18 до 60 лет, независимо от того, стоит он на воинском учете, снят с воинского учета или исключен с воинского учета, носить с собой военно-учетный документ и паспорт. Да, военно-учетный документ и паспорт. Именно так эта обязанность прописана в этом законопроекте, а будет она потом у нас в законе о правовом режиме военного положения и располагается она в статье 20 этого закона. А какая же ответственность будет предусмотрена для мужчины, у которого не оказалось с собой военно-учетного документа и паспорта? А ответственность будет следующая. Это административный штраф. Административный штраф до 51 тысячи гривен. И с возможностью задержания этого человека на срок до трех суток. Да, я не оговорился. На срок до трех суток. Именно такие последствия предусмотрены законопроектом 10.379. Старым законопроектом, который подали еще до нового года. Ну, условно старым, да? Ему там больше месяца уже. И здесь, и здесь мы подходим к вопросу, а где же, где же проблема с Кабмином, да? Что делает не так Кабмин? Наверное, уже кто-то из вас сейчас мне пишет комментарий. Стоп, Олег, не 51 тысячу гривен, а 204 тысячи гривен штраф. А почему же ты тогда говоришь 51? А спора нет. На самом деле спора нет. И вы правы, и я прав. А кто не прав? Кабинет министров Украины. И вот почему. Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, нам, знаете, что нужно посмотреть? Два документа. Первый документ – это законопроект 10.379. А второй документ – это сравнительная таблица к тому же самому законопроекту. И именно их мы сейчас посмотрим и увидим, как качественно готовят законопроекты Кабинет министров Украины. И увидим, что мы с вами правы. Оба, оба правы. Итак, смотрим. Картинка у меня получилась, конечно же, под названием «Вырби глаз». Но задача моя была в том, не красоту навести, а показать вам первоисточник. И сейчас на экране вы видите сверху, это текст законопроекта 10.379. Ссылочка будет в описании. Вы зайдете и посмотрите его. А внизу, вот нижняя часть, это текст уже сравнительной таблицы к этому законопроекту. И здесь цветом выделено именно то, на что нам нужно обратить внимание. И вот смотрите, законопроект сначала мы читаем, да? Деяния предбачене частиною первой цієї статьи, в чинене в умовах особливого периоду. Ну, здесь идет речь о деяниях каких? О нарушении законодательства, о воинской обязанности, о нарушении законодательства о мобилизации. Так вот, смотрите, желтым цветом, что здесь выделено? Тягнуть за собою накладывание штрафу на громадян от 2 тысяч до 3 тысяч неоподаткованных минимумов в доходе в громадян. То есть, на граждан будет штраф от 34 тысяч гривен до 51 тысячи гривен. А дальше, смотрите, то, что красным подчеркнуто. И на посадовых осип вид 9 тысяч до 12 тысяч неоподаткованных минимумов в доходе в громадян. То есть, 204 тысячи – это штраф на должностных лиц. Именно такая идея заложена в этот законопроект. Для граждан максимум 51 тысяча, а для должностных лиц максимум 204 тысячи. Возникает вопрос, почему же некоторые люди решили, что на граждан тоже 204? Это что, люди читать не умеют? Нет, нет и еще раз нет. Люди все правильно умеют читать. Только люди прочитали не законопроект, а сравнительную таблицу. И вы должны сейчас сказать, стоп, но они же должны совпадать. Да, должны. Только давайте сравним то, что выделено желтым сейчас. Внизу, что написано, вот что желтым выделено. Тягнуть за собою накладение штрафу на громадян та посадовых осіб от 9 тысяч до 12 тысяч. Неоподаткованных минимумов в доходе в громадян. То есть, в сравнительной таблице текст законопроекта не соответствует тексту законопроекта. Интересно, человек, который формировал эти документы, сколько у него зарплата в месяц? Вот мне хотелось бы узнать, что он вот так качественно готовит эти материалы. А на секундочку, депутаты, которые могут голосовать, они могут увидеть не все. Они могут один из документов этих посмотреть. А ведь эти документы должны быть одинаковые. Ну и помимо этого, мы видим, что в сравнительной таблице еще есть цифры. А в законопроекте этих цифр нет. Хотя они должны совпадать. Тот текст, который в законопроекте и тот текст, который в сравнительной таблице. Как мы видим, споры по поводу размеров штрафов возникли не из-за того, что мы с вами не умеем читать, а возникли из-за того, что кто-то не умеет нормально писать. Хотя получают за это неплохие деньги. Итак, подведем итог. Если будет принят законопроект 10-449, то все мужчины, все без исключения от 18 до 60 лет должны будут носить с собой паспорт или другой документ, удостоверяющий личность и военно-учетный документ. Военно-учетный документ это может быть прописное, темчасовое посвящение вейсково-забвязанного, либо же военный билет. Один из трех этих документов и документ, подтверждающий личность. И это носить, подчеркиваю, должны будут все, независимо от снятия либо исключения с учета. Все должны носить. И если вы не будете иметь при себе этих документов, то вас смогут задержать на срок до трех суток для выяснения личности. Здесь мы не будем давать оценку эмоциональную, да, мы здесь говорим о юридической стороне. Ну, а эмоциональная оценка, она, ну, думаю, и так всем понятно, что мы думаем по поводу этого законопроекта и этих норм. Друзья, у меня все. У меня все. И если вы считаете это видео полезным, то попрошу вас поставить ему лайк, подписаться на мой YouTube-канал, а также приглашаю вас в свой телеграм-канал. Ссылочка на него есть в описании к данному видео. Ну, и традиционно я вам пожелаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok